Привет, друзья! Год назад. Не могу в это поверить, но целый год назад мы публиковали предыдущий выпуск Космосправочной. Думаю, что многие из вас либо уже забыли, либо даже и не знали, что это такое. Так что поясню. Космосправочная — это почти регулярная рубрика на канале, в которой мы отвечаем на вопросы наших спонсоров, зрителей и подписчиков. Приоритет всегда у спонсоров, но вы можете задать и свой вопрос прямо в комментариях под этим выпуском, обозначив его соответствующим хэштегом, как на экране. Ответами занимались Михаил Иванов и Павел Поцелуев, мы же их и озвучили. А вопросы озвучивал Сергей Лукин. Я хочу ещё раз поблагодарить вас за терпение и поддержку нашего проекта, ну и давайте переходить к делу, то есть к вопросам. Естественно, поверхность станции загрязняется выхлопами, содержащими как продукты горения, так и не сгоревшие вещества. Снаружи на иллюминаторах появляется плёнка, их надо чистить, загрязнение с остальных частей станции астронавты могут принести внутрь на скафандрах. Бороться с этим довольно сложно, но на двигателе МКС установили защитные экраны, препятствующие облаку капели газов лететь в направлении обратно в выхлопу, что в вакууме происходит очень легко. Ещё должен помочь переход на неядовитое топливо для двигателя ориентации. Спрашивает Валерий Царов. Если я правильно понимаю, то почти все элементы периодической таблицы химических элементов были сформированы внутри звёзд. Так сколько должно взорваться Солнышек, чтобы хватило на Землю и другие планеты нашей системы? В обычных звёздах ядерный синтез идёт только до железа. Элементы тяжелее, в незначительных количествах формируются при каждом взрыве сверхновой. Гораздо больше их получается при слиянии двух нейтронных звёзд. Так сколько же звёзд взорвалось, чтобы получилась Солнечная система? Сколько раз повторялся этот цикл? Мы не знаем. Много? Были первоначальные звёзды, которые образовались вскоре после Большого взрыва, а затем последовательные поколения массивных звёзд, образовавшихся в различных туманностях. Было как минимум три поколения звёзд, точнее сказать нельзя. Спрашивает Юрий Маркуш. Существует ли в общем доступе ресурс, показывающий текущее и прошлое и будущее расположение объектов Солнечной системы, таких как Солнце, планеты, спутники, большие астероиды. Имеется в виду не указание на расположение объекта на небе, а интерактивная карта, вроде Universe Sandbox, с возможностью, например, измерить расстояние или узнать время, когда объект будет в определённом месте. Можно попробовать воспользоваться программой Space Engine. Она доступна в Steam, стоит около 25 долларов. Это хороший софт, под который можно найти модификации и файлы конфигурации для более точных орбит. В перспективе 5-10 ближайших лет на ваши запросы вполне должно хватить. Ну и в целом я советую всем любителям космоса попробовать эту программу. Полетать по вселенной, поиграться с настройками отображения. Плюс она здорово позволяет объяснить масштабы, например, ребёнку или подростку. Спрашивает Денис Лебедев. В космосе на многих уровнях есть ось вращения. Например, спутника вокруг планеты. Планеты вокруг звёзд. Даже у галактик есть ось, вокруг которой они вращаются. А у Вселенной есть такая ось? Есть ли материалы наблюдений на эту тему? Или какие-либо теории? Мы видим далеко не всю Вселенную. Из-за ограниченной скорости света и расширения пространства. Так что про всю Вселенную мы просто не можем знать таких вещей, как есть ли общая ось вращения или её нет. Пока получилось определить, что наши и соседние галактические скопления падают куда-то, что получило название «Великий аттрактор». И скрыто от наших телескопов плоскостью родной галактики Млечного пути. Большим количеством звёзд и пыли. Спрашивает Сергей Кабашнюк. Подскажите, поступала ли информация о возможности использования современных пилотируемых космических кораблей типа Crew Dragon или Starship с ремонтными миссиями к искусственным спутникам. Насколько актуальны ремонтные миссии вроде тех, что были к Хабблу? Относительно недавно, 22 сентября 2022 года, NASA и SpaceX подписали соглашение. Его идея состоит в том, чтобы во время туристической, в смысле частной миссии Polaris, корабль Crew Dragon поднял бы орбиту телескопа, чтобы увеличить срок его службы. Космическому агентству это ничего не будет стоить. Сейчас изучается техническая возможность осуществления задуманного. Как только что-то новое станет известно, мы об этом обязательно расскажем в одном из выпусков нашего еженедельного дайджеста. А ремонтировать спутники смысла мало, они для этого не предназначены, в смысле при их проектировании не закладывали таких возможностей. Проще повышать уровень надёжности на этапе того самого проектирования. Тем не менее, можно продлевать срок службы геостационарным спутникам, у которых закончилось топливо. Но для этого люди в космосе не нужны. Потому что есть проект MEV у компании Northrop Grumman. Аппарат со своими баками и двигателем стыкуется со спутником, хватаясь за сопло уже ненужного двигателя. После чего за все манёвры уже отвечает MEV. На данный момент было запущено два таких аппарата, один в 2020-м и другой в 2021-м. Оба успешно состыковались и выполняют свою работу по коррекции орбит. Константин Ширыкин спрашивает. Второй вопрос. Что будет, если ядерные отходы выбросить прямо в нашу звезду? Они просто сгорят? И может ли это как-то повлиять на Солнце? Масса Солнца несравнимо высока по сравнению с массой всей нашей планеты. Если даже мы запустим объект радиусом в расстоянии от Земли до Луны, Солнце всё равно подобного удара не почувствует. Плюс следует понимать, что сами по себе ядерные отходы пускай и являются радиоактивным материалом, но не способны привести к цепной реакции и ко взрыву без длительной с ними работы. К тому же запустить что-то на Солнце само по себе в плане энергии дело затратное. Ведь нам придётся сбрасывать орбитальную скорость, чтобы не выйти на околосолнечную орбиту, а именно врезаться в него. Если говорить в целом о вашем вопросе, советую и правда посравнивать различные параметры Земли и Солнца, а также почитать о том, как из ядерных отходов делают ядерное оружие. В котором, к слову, используются процессы деления, а не синтеза, как на Солнце. Спрашивает Константин Ширыкин. Есть два вопроса. Первый такой. Возможно ли полностью установить какой-то объект в космосе до 0 км в секунду? Если да, будет ли он просто неподвижным или рано или поздно гравитация начнёт тянуть за собой, ускоряя объект? Если это будет влияние гравитации, смогут ли приборы показать, что объект снова движется? В космосе, да впрочем и на Земле тоже, не существует какой-то одной истинной системы отсчёта. Центр координат можно расположить в багажнике авто, в кратере Луны или в центре Солнечной системы, да где угодно. Только потом можно говорить о нулевой скорости. Предположим, что мы смогли остановить объект относительно нашей системы отсчёта. Если объект попадает в зону эффективного действия гравитации какого-либо тела, то да, он начнёт падение на это самое тело. Спрашивает Никита Остапенко. Расскажите о перспективах украинской космической программы. Есть ли у неё шанс на самостоятельность? Или же нужно интегрироваться с ЕС? Может, с поляками и прибалтами что-нибудь сделаем? Ну, во-первых, стоит балтийцев называть балтийцами, а не прибалтами. Это как минимум уважительно. Во-вторых, в условиях войны трудно говорить о будущих планах, так как мы не знаем, какое количество нашего космического потенциала по итогам будет уничтожено российскими ракетами. Если предположить, что вопрос был задан до начала большой войны, я бы сказал, что следует искать себя в международных проектах, где уже есть несколько сильных участников. США, Канада, Европа. Можно попытаться сотрудничать с Южной Кореей, например, или Японией. Но самым надёжным сотрудничеством, как показывает практика, является работа с Соединёнными Штатами. Они не воспринимают нас как конкурента, в отличие от европейских стран, и могут найти для нас место в собственной программе. Сотрудничать с государствами без собственного выхода в космос невозможно и бесперспективно. Об этом можно было думать лет 15 назад, но сейчас уже слишком поздно. Максим Клепа спрашивает, какие перспективные разработки есть у КБ Южная и у Южмаша, а также других игроков из Украины и их коллабораций с другими странами. В упомянутом контексте я всегда говорю лишь об одном проекте, если отбросить уже отменённые Антарес и сотрудничество с НАСА. Проект запуска украинских ракет «Циклон» с космодрома в Новой Шотландии, что находится в Канаде. Космодром продолжает строить, он не завязан исключительно на украинские ракеты, поэтому, как я уже сказал в предыдущем ответе, нам необходимо будет догонять коллег после завершения войны. Собственно, «Циклон» я считаю сейчас единственным способным выжить украинским космическим проектом из запущенных. Перспективы есть в работе над двигателями для космических аппаратов и над спутниковыми платформами. Однако без опыта, которого у Украины довольно мало, в этом направлении будет трудно конкурировать. Но попытаться, думаю, стоит. Дима Бутрей спрашивает, какие были шансы и были ли они вообще. У СЛС не быть таким дорогим долгостроем и, возможно, быть частично многоразовой ракетой. Боковые ускорители, двигатели первой ступени. Проблема в сложности всей системы и в контроле качества. У НАСА постоянно возникают какие-то проблемы с клапанами, насосами, уплотнителями и изоляцией, то есть с системой заправки и подачей топлива. Собственно, это и есть основная причина задержек запуска. К моменту, когда мы записываем выпуск, запуск уже прошел и прошел полностью успешно, так что часть вопросов к эффективности НАСА отпала, но все равно огромное их количество остается. А вообще, я очень советую почитать на нашем сайте огромный материал Алексея Порновского об СЛС. Там в целом рассказано о неудачном подходе к проектированию системы и о проблемах крупных государственных заказов США. Я оставлю ссылку на статью в описании. Роман Собо спрашивает, как именно работает сингулярность в чёрных дырах. Это тот вопрос, на который у меня действительно нет ответа. У нас нет возможности проверить, что такое сингулярность в рамках эксперимента. У нас нет возможности подтвердить теорию о том, что сингулярность в принципе существует. Ответ на этот вопрос, возможно, даст квантовая гравитация. Однако я не думаю, что мы сможем получить его в ближайшие лет пятнадцать-двадцать. Так что простите, если разочаровал таким банальным ответом, но если человечество чего-то не знает, я не очень хочу на эту тему фантазировать. Сергей Славский спрашивает, какие перспективы применения и развития электроракетных двигателей в Украине и мире? Ионные двигатели будут становиться больше, также будет возрастать их энергопотребление. Использоваться они будут как и раньше, для научных миссий, чьи цели находятся далеко от Земли. Потому что у ионных движков отличный удельный импульс, в отличие от тяги. У плазменных двигателей, наоборот, тяга лучше, чем удельный импульс. У этого типа электрических реактивных двигателей два направления развития. Разработка небольших движков для кубсатов и создание мощных систем с использованием высокотемпературных сверхпроводников, ведь они позволяют генерировать мощные магнитные поля с меньшими затратами электроэнергии. Может быть, даже появится возможность постримить орбитальные испытания легендарного двигателя VASIMR компании от Astra. Интересна и двигательная установка для окололунной станции, называемая Advanced Electric Propulsion System, состоящая из солнечных панелей, генерирующих электричество, и двух двигателей на эффекте Холла. Один такой движок будет выдавать тягу 600 миллиньютон, потребляя 12,5 киловатт. Что касается развития электрореактивных двигателей в Украине, сейчас трудно что-либо прогнозировать. Излишняя зарегулированность отрасли в нашей стране всегда была главной проблемой, если говорить о развитии частных компаний. Очевидно, что для малых космических аппаратов нужно развивать это направление. Но вот сколько времени это может занять, я сейчас ответить не берусь. Спрашивает Максим Матвейчук. Выбор объектов наблюдения для космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Подскажите, как именно этот процесс работает для телескопа? В предыдущей космосправочной я кратко затрагивал эту тему. Подаются заявки от различных команд учёных. Заявки анонимизируются, то есть обезличиваются, чтобы нельзя было понять, от кого какая заявка была подана. Другие группы учёных оценивают каждую заявку по нескольким параметрам. Если вкратце, самое важное требование – научная ценность наблюдения, экономическая, целесообразность и пересечение с другими наблюдениями и исследованиями. Затем по итогам оценивания создается рейтинг. В зависимости от оценки каждое предложение получает свой балл. Предложения с самым высоким баллом передаются команде Джеймса Уэбба, которая составляет расписание наблюдений. Это позволяет грамотно распорядиться временем работы телескопа и потратить его на действительно важные с научной точки зрения задачи. Василь Полосюк спрашивает, есть ли на данный момент возможность для проверки существования параллельных вселенных? Если нет, то существуют ли теории, позволяющие это проверить? Чтобы ответить на ваш вопрос, нам необходимо углубляться в тему квантовой физики. Мы не можем подтвердить или опровергнуть существование других вселенных в рамках физики Эйнштейновской. Весь наш опыт говорит о том, что существует всего одна вселенная, та самая, в которой живем мы с вами. Как хорошо ответил на похожий вопрос американский астрофизик Итан Сигель, помните, в науке мы всегда должны исключать все традиционные объяснения, не связанные с новой физикой, прежде чем прибегать к объяснению нарушающему правила игры. За последнее десятилетие был сделан ряд замечательных заявлений, которые распались при дальнейшем исследовании. Нейтрино не путешествует быстрее света. Мы пока так и не нашли темной материи или стерильных нейтрино. Холодный синтез не существует, а невозможный нереактивный двигатель оказался неудачным. Поэтому любые предположения о параллельных вселенных или чем-то подобном, что даже звучит фантастически, должны быть поддержаны еще чем-то помимо, собственно, самих предположений. Володимир Дубина спрашивает, когда построят лифт в космос и возможно ли это вообще? Космический лифт – это мечта любителей фантастики и космических энтузиастов, поэтому обсуждать его есть смысл именно с такой – энтузиастски-фантастической точки зрения. На данный момент у человечества нет достаточно прочных материалов для создания такой массивной конструкции. Нет у нас и возможности ее обслуживать. Я считаю, что вкладываться необходимо в дешевые ракеты на химическом, а в перспективе на ядерном принципе работы. Космические лифты, сферы Дайсона, троидальные орбитальные станции с искусственной гравитацией, лучше оставить нашим далеким потомкам. Наша задача – не убить жизнь на планете и создать возможности для будущих поколений. Георгий Ольшанский спрашивает, как может рассчитываться диаметр черной дыры, если мы не знаем точно, какие процессы идут уже даже по горизонту событий? Могут ли их оценивать только по массе? Когда вы слышите фразу «размер черной дыры», то знайте – это упрощение. Просто, чтобы постоянно не говорить хоть и правильный, но длинный набор слов – радиус, горизонт и событий черной дыры. По величине гравитационный радиус совпадает с радиусом сферически симметричного тела, для которого в классической механике вторая космическая скорость на поверхности была бы равна скорости света. Зависит этот радиус действительно только от массы объекта. Помимо массы, у черных дыр научились определять скорость вращения, благодаря тому, что вращающаяся черная дыра увлекает за собой окружающее пространство-время. Например, у сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики есть звезды-спутники. В гравитационном поле этой сверхмассивной «малышки» орбитальные угловые моменты звезд-спутников прецессируют, причем скорость прецессии пропорционально угловому моменту черной дыры. Это называется эффектом лензы-тиринга. Постепенно эта прецессия переориентирует плоскости вращающихся звезд так, что они совместятся с экваториальной плоскостью дыры и зафиксируются в этой позиции. Чем быстрее вращается сама дыра, то есть чем больше ее угловой момент, тем меньше требуется времени для полной переориентации орбит звезд. Андрей Пилипец спрашивает, будет ли работать следующая схема запуска чего-либо из орбиты Земли в космос. Размещаем равномерно тысячу платформ с ракетами по всей орбите, соединяем их тросами, разгоняем по кругу это все до нужной скорости, после чего достаточно открепить ракету от какой-то из платформ и она улетит в космос сама. Если у вас есть тысяча платформ на нужной высоте, обладающих орбитальной скоростью, то уже не нужно выводить их на орбиту. Может быть вы имеете в виду запуск полезной нагрузки в далекий космос? Да, есть проекты орбитальных буксиров и хранилищ с топливом. Но тросы точно не нужны. Орбитальная механика – контринтуитивная штука. Пока объект вращается вокруг массивного гравитирующего тела, то его угловая скорость тем выше, чем ниже орбита. Так что запасти лишнюю скорость на низкой орбите не получится. У тросовой конструкции с диаметром чуть больше диаметра Земли и вращающейся быстрее, чем нужно на этой самой орбите, просто не хватит прочности, чтобы оставаться целой. Спрашивает Денисир. У РФ есть свои спутники для разного рода задач. Конечно, сейчас они их используют в военных целях. Есть ли шанс закрыть для них возможность следить за нашей страной, не сбивая их? Существует ли вообще технология, позволяющая создавать помехи для их работы? Единственная помеха для спутников оптического наблюдения – погода. Даже пригодная против аэроразведки маскировка часто не помогает там, где работают орбитальные аппараты. Сами по себе перемещения войск оставляют довольно много следов, если мы говорим о большом масштабе. Поэтому сейчас часто применяются ложные цели. Противника легче запутать, чем пытаться доказать ему, что в каком-то из районов боевых действий ничего не происходит. На меньшем же масштабе эта проблема не стоит так остро, и потребностей в создании помех для оптических спутников нет. В целом я скажу, что необходимо воздействовать либо на центр управления и обработки данных, либо непосредственно на сам аппарат. Любые местные помехи, если бы они и были возможны, точно так же мешали бы собственным спутникам и аппаратам союзников. Спрашивает Тимур Ханов. Интересно, как космические технологии помогают или мешают в войне? Без раскрытия тайн, разумеется. Разъясняю вопрос. Понятно, необходимы прежде всего связь, разведка и наведение боеприпасов? Или наоборот? А что еще? Насколько эффективны современные технологии в военном деле? При том, что это дорого и сложно. Интересно оценить реальное использование, в том числе и России. Какие уроки дает война? Постскриптум. Я не шпион. Вопрос как раз в тему предыдущего обсуждения. Я не буду расписывать подробно, просто перечислю то, что помогает эффективнее вести боевые действия. Упомянутые уже спутники оптического наблюдения – один из самых эффективных методов разведки, если у вас их много и если частота обновления данных соответствует интенсивности боевых действий. В дополнение идут спутники-радары. Например, аппараты с радарами с синтезированной апертурой. Они позволяют замечать плотные объекты сквозь листву и даже сквозь тонкие крыши ангаров и промышленных построек. А еще на них светятся радары систем противовоздушной обороны. Система GPS и в целом навигационные системы. Тут направлений очень много. От ситуативной осведомленности непосредственно на поле боя до навигации беспилотных аппаратов и высокоточных ракет. Спутниковая связь – это верхний слой управления войсками в современной войне. Дополнение к качественной и шифрованной радиосвязи. Она позволяет планировать и управлять операциями из пунктов управления далеко за линией фронта, а также может служить в виде резервного канала связи между подразделениями. Такая связь может иметь большую задержку, зато не ограничена расстоянием. Старлинк – это действительно не имеющий аналогов способ связи, который можно использовать вообще где угодно. Его можно установить и в штабе, и в окопе недалеко от передовой, и на эвакуационный автомобиль. И в освобождённом из-под оккупации городе, чтобы обеспечить связью гражданских. Так как система изначально планировалась именно под гражданское применение, она довольно уязвима в полевых условиях. И тем более там, где идут активные боевые действия. Однако война показывает, что SpaceX действительно есть смысл работать и над военными вариантами своих приёмных устройств. Что они делают? Гуглите проект Starshield. Всё, что вам нужно для Старлинка – источник питания и чистое небо над головой. Проценка Андрей спрашивает, возможен ли запуск ракет по принципу работы пушки Гаусса, когда некоторый груз разгоняется в магнитном поле поочерёдно включающихся катушек индуктивности. Если таким образом не удастся вывести груз на орбиту, то можно ли заменить магнитным разгоном первую ступень? Это может быть направленный в небо под некоторым углом тоннель с рельсами, по которым разгоняется груз в виде ракеты. Действительно, таким образом можно заменить только первую ступень. Потому что траектория тела, вылетевшего из пушки Гаусса и набравшего первую космическую скорость, будет возвращаться в точку запуска. Нужен корректирующий манёвр уже за пределами атмосферы. Самый серьёзный, пожалуй, недостаток космической пушки – очень массивная, а значит, дорогая конструкция. Ещё она не сможет изменять азимут, то есть пушка годится только для вывода полезной нагрузки на орбиту с одним наклонением. Заказчикам же нужны разные орбиты, так что на втором этапе полёта придётся ракетным двигателям корректировать ещё и наклонение орбиты, что очень затратно. Стоит ли вообще подобное строить? Ответ может дать проект SpinLaunch. Только если он будет успешным, конечно же. И если пушка Гаусса будет выводить килограмм полезной нагрузки ещё дешевле. Спрашивает Галина Уэсселер. Мне как-то приснилась проекция солнца на ночном небе. На часах было два ночи, но было достаточно светло. Я посмотрела на ночное небо, там была проекция солнца благодаря какому-то отражателю. Но какому, я не поняла. Хотелось бы узнать, возможно ли создать такую ночную проекцию звезды при помощи какого-то отражателя. Если да, то какого? Позволяют ли это современные технологии? Угловой размер солнца в среднем равен 31 минуты 59 секунд или 0,53 градуса. Поэтому на орбите в 400 километров, где например находится МКС, зеркало, отражающее солнечный свет, будет совсем небольшим, всего лишь 3,7 километра. Для сравнения, размер МКС 108 метров, ну или 0,1 километра. Так что с постройкой такого зеркала явно будут сложности. Это мы ещё не пытались даже обсуждать механизмы, оптимально ориентирующие его для освещения нужного участка Земли. Способы галсирования, позволяющие оставаться на нужной орбите, ведь это же громадный солнечный парус, да и тормозить обостаточную атмосферу он будет неслабо. Обсудим лучше скорость его вращения вокруг Земли. Как и МКС, такое зеркало будет совершать 16 оборотов за сутки. А если мы хотим, чтобы освещалась только одна область на планете, поехали на геостационарную орбиту. Там придётся увеличить зеркало до 318 километров. Даже не хочу вычислять массу такой штуковины. Ну а если вы хотите всё время освещать только ночную сторону Земли, то надо двигаться в точку Лагранжа L2. К телескопу имени Джеймса Уэбба. На расстоянии в полтора миллиона километров размер зеркала составит 5214 километров. Но давайте не будем всего этого делать, пожалеем циркадные ритмы всех живых существ на Земле. Андрей Салата спрашивает, каковы перспективы и возможности построения гауссовой пушки на орбите. У гауссовой пушки на орбите перспективы довольно туманные из-за третьего закона некоего Ньютона. Если эта пушка отправит полезную нагрузку в одну сторону, то совершенный такой же импульс пушка получит в обратном направлении. Например, если мы такой пушкой отправляем полезную нагрузку к Луне, то повысим орбиту полезной нагрузки. Тогда орбита самой пушки понизится в точке противоположной выстрелу. То есть надо как-то орбиту пушки исправлять для следующего запуска. Смысла в этом маловато. А вот непосредственно на Луне можно и попробовать. Осталось построить там необходимую инфраструктуру. Спрашивает Вадим. Известно, что чем сильнее удаляешься от земной поверхности, тем сила гравитации слабее. Если гипотетически прорыт туннель к центру Земли, то вероятно там гравитация будет нулевая, так как масса планеты будет равномерно окружать это место и векторы силы притяжения сложатся в ноль. Возможно ли, что на каком-то участке туннеля к центру Земли сила тяжести будет больше, чем на поверхности? Если да, в каком примерно месте и на сколько? По мере того, как мы будем спускаться вглубь Земли, сила гравитации будет становиться сильнее до определённого момента, ведь мы приблизимся к самой массивной части планеты, которая находится в центре Земли. Однако если мы спустимся на глубину тысячи километров, ускорение, вызванное гравитационной силой, начнёт уменьшаться, потому что большая часть массы Земли окажется позади нас и уже не будет тянуть нас вниз к центру с прежней силой. Таким образом, гравитационная сила достигает максимума на части пути вниз к центру, а затем начинает исчезать. В самом центре ускорение, вызванное гравитационной силой, действительно равно нулю, потому что со всех сторон к нам тянет одинаковая масса. И всё это уравнивается. Если предположить, что Земля — это идеальная сфера, а для упрощения мысленного эксперимента мы так и делаем, то во всех направлениях будет иметься одинаковое количество земной массы, и нас будет тянуть одинаково во все стороны. Поэтому чистая суммарная сила, действующая на наше тело, будет равна нулю. Это не означает, что в центре Земли нет гравитации. Полагаю, вы это и так понимаете. Поэтому я просто чуть подробнее объясню суть остальным зрителям. Что касается места, с которого начнётся падение гравитации, рассчитать его лично мне слишком сложно. Нужно знать плотности разных слоёв земной коры и земного ядра, объёмы этих слоёв и понимать, с какой именно части геоида мы стартуем к центру. Поэтому, простите, однако, я не могу привести точных расчётов. Сергей Осеко спрашивает, какого предела скорости можно достичь только гравитационными манёврами? И можно ли с их помощью обогнать Вояджер и долететь до ближайшей планетной системы? Гипотетически не существует лимита, который ограничивал бы скорость при использовании гравитационных манёвров. Ну, кроме каких-нибудь околосветовых скоростей. Мы можем раз за разом направлять аппарат на облёт массивных космических объектов и одалживать у них гравитационный момент. Учтите лишь, что каждый новый пролёт будет проходить на большей скорости, а значит, мы меньше времени будем проводить в гравитационном поле объекта, который нас разгоняет. А значит, выгода от каждого нового манёвра будет становиться всё меньше и меньше. Действительно, наши аппараты, вроде тех же Вояджеров, пока и близко не подошли к полезной границе гравитационных манёвров. Однако каждый такой манёвр — события, которые готовят годами и ждут тоже годами. За 20-30 лет можно хорошенько разогнать космический аппарат, следующий во внешнюю Солнечную систему. А можно добиться подобных успехов, направив объект к самому тяжёлому объекту в этой системе — к Солнцу. Вспомните хотя бы солнечный зонд Паркер, который уже является самым быстрым рукотворным объектом. При том, что запущен он был всего в 2018 году, ему помогли частые гравитационные манёвры вокруг Венеры и облёты нашей звезды. Спрашивает Владислав Мирошник. Хочу собрать ракету, но вообще не технарь. Где можно научиться? Или что учить и где смотреть? Если вас интересуют ракеты любительского уровня, самый простой способ — найти кружок, который занимается ракетомоделированием или ракетным спортом. В Украине я знаю один хороший — он называется Now Rocket. Если речь идёт о более серьёзных ракетах, боюсь, без профильного образования здесь не обойтись. Причём надо сразу смотреть на программы обмена и искать способ попасть в Европу либо Соединённые Штаты, где шансов пробиться в отрасль при прямых руках и достаточном рвении вполне хватает. Вячеслав Схмельницкис спрашивает, что за технология стоит за спутниковой связью в новых айфонах. Разве можно передавать информацию на спутник от телефона без подключения внешней антенны — тарелки? И как это будет устроено Ultimobile в сотрудничестве со SpaceX? Для радиоволн действует закон обратных квадратов. Интенсивность излучения обратна пропорционально квадрату расстояния. Поскольку расстояние до спутника гораздо больше, чем среднее расстояние до базовой станции, интенсивность излучения можно увеличить несколькими способами. Первая часть применима только на стороне спутника из-за большого размера оборудования. Наиболее современной из них — повысить направленность антенны, применяя фазированную антенную решётку — фар. Массив одинаковых антенн с широкой диаграммой направленности, для каждой из которых передаваемый сигнал немного смещается относительно соседней, на доли периода, несущей частоты, чтобы при излучении суммарная волна отклонялась в заданном направлении. На многих современных спутниках, в том числе на Starlink, используют именно фар. Более классический путь повышения направленности — использовать антенну специальной формы, например, добавляя параболическое зеркало, как в антеннах для спутникового ТВ. Как правило, это ощутимо увеличивает размер антенны. Этим путём пошла компания AST Space Mobile. Её демонстрационный спутник Blue Walker 3 имеет площадь антенны 64 квадратных метра. Он уже выведен на орбиту, антенна развернута, результаты тестирования связи должны появиться в первом квартале этого года. Будущие аппараты компании, спутники Bluebird, оснастят ещё более крупными антеннами. Второй способ — повысить излучаемую мощность телефона. Он позволяет сохранить размер аппарата пользователя за счёт увеличения расхода энергии, то есть заряд батареи будет тратиться быстрее. Много данных таким образом всё равно передать не удастся, но можно передать короткое текстовое сообщение службе спасения. Apple сделали специальную антенну в новом iPhone для связи с немногочисленными спутниками Global Star на одной из доступных для них частот. И обещают дополнительный интерфейс, чтобы пользователь сам направлял телефон на ближайший спутник. Ещё перед отправкой надо будет выбрать одну из предложенных в меню аварийных ситуаций. То есть отправляться будет совсем небольшой объём информации. Тем не менее, даже такое сообщение при идеальных условиях — абонент в чистом поле, без холмов, да ещё и при ясной погоде — будет отправляться около 15 секунд. Если условие не идеальны, отправка может занять и минуту или даже несколько. В пути Mobile и Starlink ситуация немного другая. Обещают связь на стандартных частотах, то есть телефоном не понадобится отдельная встроенная антенна и приёма передатчик, как у Apple. Спутников будет больше, они будут ближе, чем у Global Star. Подождём сравнение обеих систем на практике. Особенно интересно будет посмотреть тех блогеров, которые будут измерять технические параметры и разберут устройства. Спрашивает Борис Т. Есть ли планы разместить в космосе какое-нибудь производство и затем поставлять продукцию на Землю? Сейчас из космоса доставляют только породу научного исследования и нематериальную продукцию — фотографии и интернет. Или я что-нибудь пропустил? На Земле преобладает гравитация, а вот на орбите, где она уравновешена центробежной силой, у некоторой продукции можно заметно повысить качество. А именно у стекловолокна, кремниевых подложек, углеродных нанотрубок, искусственных органов и кристаллизованных белков. Кстати, помимо невесомости на орбите есть космический вакуум, которого трудно дотичь на Земле, уж больно дорогими и медленными получаются установки. Благодаря вакууму можно снизить уровень загрязнения продукции, от чистоты компонентов электроника, да и прочие вещи только выигрывают. Занимаются подготовкой к космическому производству стартапы Made in Space, был куплен компанией Redwire в 2020-м, и Varda Space. Посмотрим, получится ли у них сделать успешный бизнес. Плюс часто об этой идее заикается Джефф Безос, но у него от теории до практики путь получается какой-то слишком тернистый и долгий. Спрашивает Алексей Мусиенко. Первое. Планируете ли вы выходить за пределы Ютуба и приближать к звездам школьников и студентов? Младшее поколение тоже хотят присоединиться, только не знают как. Так, например, школьный курс астрономии и соответствующие уроки из курса «Я познаю мир» очень печальны. Второе. Есть ли интересные новости о СИЧ-230? Пациент жив? Сразу отвечу про СИЧ-230. Я не думаю, что спутник находится в рабочем состоянии. Украинское космическое агентство не комментирует этот позор, ну и я пока лучше просто промолчу. Если говорить о выходе за пределы Ютуба, я пока не вижу в этом смысла. Альфа Центавра не ставит перед собой цель и заработать средства. Однако у нас большая команда и большое количество услуг, которые мы получаем от этой команды и сторонних сервисов. Все это необходимо оплачивать, так что мы стараемся быть интересными в первую очередь своей целевой аудитории и развиваться в необходимом для этого направлении. Я не обладаю достаточным опытом или умениями, чтобы целенаправленно заниматься просветительской работой для младших поколений. Спрашивает Альтана Боднарчук. Расскажите, пожалуйста, какое отношение в данном времени имеет Россия к космосу? Есть ли какое-то развитие и есть ли какие-то планы? Единственное отношение России к космосу с февраля 2022 года – запуск военных спутников и аппаратов государств-сателлитов, которые при этом будут создаваться на российские деньги и самой же России арендоваться. Авторитарное государство, которое поддерживает российскую экономику вроде Китая или Ирана, имеют собственные космические программы. В то же время НАСА совершает ошибку, продолжая сотрудничество с Роскосмосом по программе МКС и продолжая по бартеру летать на станцию и возить российских космонавтов. Эта ошибка еще аукнется агентству, как аукнулось ЕК сотрудничество по экзомарсу. Но не мне, американцев, предупреждать. В научной среде принято работать в первую очередь над теми проектами, реализовать которые у нас есть возможность. Человечество сейчас не способно отправить большой корабль к соседним звездам, поэтому придумывать, как такой корабль будет работать или как на нем будут жить люди, бессмысленно. Над созданием закрытых экосистем работы ведутся, но пока только на уровне экспериментов с растениями, повторным использованием воды и генерацией электроэнергии. Это зачаточный уровень, на котором мы будем находиться еще как минимум пару десятков лет, пока не научимся использовать для поддержания экосистемы хотя бы собственные ресурсы Луны. Спрашивает Александр Онищенко. Интересует экономика запусков SpaceX. А именно, какая себестоимость и стоимость запуска, из какого запуска за год компания уже в плюсах? Конечно, если есть такая информация вообще. SpaceX не публичная компания, отчетов в открытый доступ не выкладывает. Так что остается только догадываться, основываясь на немногочисленных заявлениях руководства компании. Итак, по предположительным оценкам, возвращаемая первая ступень Falcon 9 позволяет сохранять компании 37 миллионов долларов. Две пойманные створки обтекателя — это еще 12 миллионов долларов. Себестоимость второй ступени оценивается в 12,5 миллиона долларов, а заявленная для клиента цена за полет Falcon 9 — 67 миллионов долларов. 37 плюс 12 плюс 12,5 равно 61,5 миллиона долларов. То есть если выбросить вообще все в океан, компания заработает 5,5 миллиона долларов запуском. А вот если не выбрасывать, то к возвращенной первой ступени со створками обтекателя добавляем 5,5 миллиона долларов и получается 55 миллионов долларов. Отнимем 5-10 миллионов на межполетное обслуживание. Получится от 45 до 50 миллионов долларов. Только не забывайте, что это приблизительные оценки. К тому же у SpaceX есть два амбициозных проекта — это Starlink и Starship. Они все еще требуют значительных вложений. Ролио Грин спрашивает, какова окончательная официальная версия происхождения о космическом объекте Оу-Муамуа. И неофициальная. Хотелось бы услышать ваше мнение. Где-то читал, что к нему на перехват планируют миссию. Что с ней сейчас? Оу-Муамуа — это первый подтвержденный межзвездный объект, пролетевший у Солнца. Случилось это в 2017 году. На основе наблюдений считают, что до сближения с нашей звездой у него была небольшая отражательная способность. После прохождения рядом с Солнцем образовавшиеся газы очистили его поверхность и отражательная способность — альбедо — повысилась. Сейчас Оу-Муамуа улетает от нас, немного ускоряясь, выбрасывая вещество. То есть, по сути, это комета. Не все верят такому объяснению и считают Оу-Муамуа межзвездным кораблем. Дескать, он ускоряется потому, что включил двигатель. Поставить точку в этом споре могли бы снимки Оу-Муамуа, сделанные специальным зондом, который мог бы догнать его. Но сделать такой аппарат на реактивных двигателях очень сложно и дорого. А большие солнечные паруса только-только оформляют как проекты, реализация которых когда-нибудь позволит сделать догоняющую миссию, доступной по деньгам. Но денег пока ни одно космическое агентство не выделило. Скрывают, наверное. Тони Старк спрашивает, как и куда пойти работать в Украине, чтобы развивать отечественную космонавтику. Для начала, наверное, необходимо дождаться окончания войны. А затем стоит попробовать податься в Южмаш, КБ Южное государственное космическое агентство, либо в один из филиалов частных космических компаний. Других вариантов я пока предложить вам не могу. Как известно, оказалось, что некоторые бактерии выносят магнитным полем Земли на высоту МКС. Они попали на МКС и научились выживать в условиях вакуума, питаясь остатками топлива и того, что в принципе могут там найти. Можно ли хотя бы приблизительно прикинуть, какова вероятность, что за последний миллиард лет микроорганизмы с Земли на метеоритах, кометах, да и на земных метеоритах, которые не могли не образоваться после столкновения с крупными телами, смогли добраться до лавовых трубок на Луне, Марсе, Церере, Европе, Энцеладе и так далее. То есть до мест, где они могли бы прижиться. Такая вероятность действительно существует, но у нас нет возможности ни примерно посчитать её, ни объективно проверить. Обмен материалом между объектами Солнечной системы происходил и будет происходить, хотя самое активное в этом плане годы, пожалуй, уже далеко позади. Без подробного изучения планет и спутников нашей системы мы не сможем с уверенностью говорить о происхождении тех или иных бактерий. Хотя, думаю, подсказки здесь сможет дать ореол обитания колоний живых организмов, если они вообще будут обнаружены. Если мы найдём подобную жизнь только в каком-то одном месте планеты или спутника, это подскажет, что она могла прилететь извне. Вопрос по цене запусков. Она, в своей основе, зависит от возможности возвратить на Землю и повторно использовать основные агрегаты. Что мы и видим сейчас на примере ракет семейства Falcon и ожидаем ещё большего удешевления от Starship. А как насчёт шаттлов? Главные агрегаты, не считая топливного бака, были многоразовыми. Откуда же такая космическая стоимость запуска? Система Space Shuttle отличалась от Falcon 9 и даже от Starship избыточной сложностью. На канале есть подробный ролик о том, как летали шаттлы. Очень советую его посмотреть. А также обратите внимание на фильм об этом легендарном американском корабле. Ссылки будут в описании. Если ответить на ваш вопрос максимально коротко, то каждый новый запуск шаттла требовал пересборки корабля и тщательной проверки всех ключевых деталей. Это занимало много времени и дорого стоило. Система попросту была слишком комплексной для того, чтобы стать дешёвой. Каких живых существ, по вашему мнению, человечество сможет найти во Вселенной, если сможет? Возможно ли проявление среди этой жизни очень странных для нас существ? Звучит глупо, но возможен ли живой камень? Или вся жизнь, которую люди вероятно смогут найти, будет похожа на знакомую нам? У меня нет ответа на ваш вопрос, потому что он слишком гипотетический, простите. Однако я считаю, что мы способны обнаружить любые формы жизни, которые подпадают под наше этой самой жизни определение. И да, это могут быть очень экзотические виды и формы. Человеческой фантазии будет недостаточно. Почему Кеплер и Новые Горизонты проработали меньше, чем их предки Voyager и Hubble, которые работают до сих пор? С чем это связано? Как будто их технические возможности специально урезали? Мне кажется это странным, ведь их оптика и приборы более современные. И если бы эти аппараты проработали столько же, сколько и их предшественники, то мы получили бы ещё больше полезной информации. Voyager гораздо более простые аппараты, чем Кеплер. Они работают, да, но практически не выполняют научных задач. В основном, только связывая с Землёй и передавая какие-то крупицы данных. Кеплер был сложным телескопом. Можно сказать первым в своём роде. В нём гораздо больше элементов, которые могут сломаться. Он находился в довольно опасной с точки зрения космического воздействия области около Земли. И в отличие от Хаббла к нему ни разу не отправляли миссии обслуживания. Именно такие миссии позволили команде Хаббла подготовить аппарат к продлению срока службы непосредственно на орбите. У Кеплера такого шанса попросту не было. Ещё одно важное преимущество, которое есть у тех же Voyager'ов — источник питания — радиоизотопный термоэлектрогенератор. Именно он обеспечивает аппараты электричеством по сей день, несмотря на довольно быстрое снижение генерации. А новые горизонты вполне себе до сегодня работают, поэтому я не согласен с вашим утверждением, будто у аппарата возникли какие-то проблемы. Его задачи очень растянуты во времени, но это не означает, что перед зондом не стоят научные задачи или что он не работает. Команда миссии сообщала, что он будет оставаться в строю по меньшей мере до 2030-х. Как так случилось, что во время расширения Вселенной образуются скопления и сверхскопления галактик и войды? Вещество после Большого взрыва не распространялось равномерно. Даже самой маленькой разнице в количестве вещества в двух соседних областях было достаточно для того, чтобы со временем масса в виде горячего газа собиралась в условно более тяжелых регионах. Грубо можете представить себе этот процесс как бесконечно гибкий ломтик сыра с дырками, который мы растягиваем. Дыры будут увеличиваться, и рано или поздно сыр распределится таким образом, что вы получите настоящую сырную паутину. Вроде паутины космической, которую мы и наблюдаем в отражении Большого взрыва в виде микроволнового фона. Спрашивает Андрей Бессонов. Если мы возьмем 4 проволоки длиной в несколько миллионов световых лет и сделаем из них квадрат, сами же станем в центр этого квадрата и будем наблюдать, что произойдет. Проволока начнет натягиваться, или она порвется, или на такой объект не действовало бы расширение, или она начнет удлиняться, или сам такой объект физически невозможен. Для условности все это мы делаем в огромном войде. Извините, если вопрос глупый, но просто очень интересно, какой ответ правильный. Боюсь, что ваш вопрос слишком гипотетический, чтобы я дал на него точный ответ. Я не совсем понимаю, под действием каких сил квадрат из проволоки должен растягиваться или рваться. Если вы имеете в виду расширения Вселенной, так ведь оно касается даже нас с вами. Простягивается условная топология, а не сама проволока. Большим становится расстояние между точками на координатной сетке, но сами объекты в рамках этой сетки занимают те же расстояния. Грубо говоря, расширение Вселенной меняет шкалу. Я не думаю, что проволока длиной в несколько миллионов световых лет порвется из-за расширения Вселенной. Что ж, это и были все вопросы, которые нам задали спонсоры, которые мы отобрали под предыдущим выпуском. Мы занимаемся оптимизацией процесса выпуска новых видео этой рубрики, так что следующей космосправочной целый год ожидать не придётся. Я вам это обещаю. Скорее всего, выпуски будут чуть покороче, но и выходить будут чаще. И ответы будем стараться давать более детальные. Ещё раз напоминаю, что задать вопрос можно прямо в комментариях, оснастив его хэштегом вопрос. А если вы спонсор или патрон, то в специальном посте во вкладке сообщества на YouTube, ну или на самом Патреоне. Ссылки на такие посты должны быть в описании под этим роликом. На этом у нас всё, встретимся уже в следующем выпуске, а пока можете посмотреть плейлист с предыдущими выпусками космосправочной на нашем канале. И, кстати, я просто не могу не напомнить, что рубрика выходит исключительно благодаря тому, что у нас есть спонсоры на YouTube и Патреоне. Эти замечательные люди донатят от одного доллара в месяц, а взамен, в дополнение к возможности задать приоритетный вопрос, они получают ранний доступ к большинству видео на канале, клангридам на нашем сайте. Благодарность в конце каждого оригинального видео и ещё щепотку эксклюзивов. Именно спонсоры позволяют нам заниматься тем, что мы любим, не оглядываясь на рекламодателей. Проект Альфа Центавра полностью содержится сообществом. И мы невероятно благодарны и счастливы тому, что вокруг нас собрались такие крутые люди. Если вы можете и хотите присоединиться к их числу, сделать это можно по ссылкам в закреплённом комментарии. Помимо ежемесячной подписки, есть возможность отправить одноразовый платёж. Спасибо!